Здравствуйте, Елена. Как в самочувствии? Все хорошо. 9 долгих лет жительница Домодедова Елена Пантелеева боролась за счастье стать мамой. Первое эко закончилось неудачно, но со второй попытки все наконец получилось. Хочу сказать спасибо Тамаре Николаевне, она вела мой путь долго. Мы через многое прошли, и подготовка, и анализы, и вот, ну, все, хочу сказать спасибо, она сделала для меня много. Всю беременность Елены наблюдалась женской консультацией Видновского перинатального центра. Особых проблем не было. Но в начале этой недели внезапно почувствовала себя плохо и сразу поехала к врачу. Медики сделали кардиотокографию ребенку и уже через 10 минут отвезли Елену в операционную. Случилось все спонтанно, мы не ожидали. И хотелось сказать спасибо операционной бригаде Андрею Ивановичу и Удовиченко Елене Андреевне, что оказали своевременную поддержку, помощь, все произошло быстро. Хорошо, ну, как бы я рада, не успела испугаться. У нас родилась Валерия, прекрасная оценка по Абгар, 8-9 баллов. Поэтому было сделано все своевременно. А такие вещи бывают, потому что КТГ – это контроль сердцебиения плода в родах. И на каком-то этапе произошла данная ситуация, и врачом было принято решение своевременно о родоразрешении путем операции кесарево-сечения. Сейчас Елена и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Маленькая Валерия – юбилейный трехтысячный ребенок, родившийся в Видновском перинатальном центре с начала года. Центр специализируется на беременности высокого риска. Сюда приезжают женщины со всех уголков Подмосковья – Подольска, Чехова, Серпухова, Ступина, Кашира и Домодедова – из Москвы и других областей России. Статус перинатального центра бывшему видновскому роддому присвоили в 2013 году. С тех пор его врачи и акушеры помогли появиться на свет 55 тысячам малышей. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное 2. Субтитры создавал DimaTorzok